Смотрите после рекламы. За последние полгода он дает уже третий концерт в Минске, а впереди еще и славянский базар. Егор Крид покоряет белорусок не только музыкой, но и честными признаниями. Хотел детей, семью и так далее. И вот совсем недавно это все разрушилось, поэтому история невесты и самый-самый для меня лично оборвалась. Героями рубрики Live Story становились не только наши отечественные знаменитости, но и приезжие звезды. Более того, частенько к беседе присоединялись и вторые половинки наших героев, что сделало эту рубрику одной из самых любимых. Ну и конечно же, хочется вспомнить Юлию Юрченко, которая своими вопросами и комментариями выводила героев на откровенные признания. Надо думать, что Юля летом приступит к написанию своей книги по мотивам интервью. Ну а пока мы вам представляем крайнюю в этом сезоне героя рубрики Live Story. По количеству концертов в Минске за последние полгода Егора Крида можно считать безусловным лидером среди всех российских исполнителей. Только что закончилось его очередное выступление, но очень скоро мы увидим его вновь, на этот раз в Витебске на Славянском базаре. Правда, сначала Крида даст эксклюзивное интервью для программы «Экран». Егор, ты уже не первый раз в Минске, собственно, чему мы очень рады. А скажи, ты каждый город как-то запоминаешь? Или в таком плотном гастрольном графике, знаешь, как некоторые артисты говорят, прилетел, привезли в гостиницу, потом приехал на площадку, выхожу на сцену, а где я? Ну, слушай, я где-то раз в третий, наверное, в Минске, и перед этим у меня были ночные концерты клубные. Ну, сегодня более большая площадка, больше людей, хороший звук, хороший свет. Мне все понравилось, сегодня был отличный концерт, и отличная публика, за что я говорю огромное спасибо. Ну, собственно, один из запланированных концертов — это концерт в Витебске на Славянском базаре. Вот у меня с этим связано два вопроса. Во-первых, знаешь ли ты, что такое Славянский базар? Ну, а во-вторых, будет ли это выступление отличаться от всех твоих клубных концертов? Ну, вообще, клубные концерты отличаются от вечерних, конечно же. Во-первых, на ночных концертах я, как сказать, у меня нет ограничений по возрасту, вот. То есть я могу с девушками разговаривать на все темы. Тут, конечно, нужно немного фильтровать, но здесь идут более мотивационные концерты, вот. Потому что в клубах обычно люди приходят потанцевать, поплясать, попеть песни, и ты вместе с ними в этом ритме зажигаешь. Здесь все-таки хочется поговорить немного, как-то открыться людям, что-то рассказать им от себя, что-то, может быть, посоветовать, вот. А о чем вы обычно с публикой разговариваешь? Я рассказываю свою историю и говорю всем о том, что все возможно в нашей жизни, что нет ничего нереального, недостижимого, чтобы все люди верили в себя. Но вот за кадром ты уже сказал, что сразу после интервью ты отправляешься в спортзал. Как выдерживаешь такой праздник? Я поеду на студию сначала, там нужно кое-что записать, я только что вспомнил, да, то, что у нас есть еще это дело. После этого поеду в спортзал, вот. Потом пара часов на сон, приезжаю в Москву, а потом съемка. То есть, пффф, бух. Главное не забыть. Да, столько всего. Но, знаешь, мне, я понимаю то, что по-другому я бы, наверное, не смог жить. То есть, я уже настолько втянулся в этот график, но уже вижу, что у меня появляются круги под глазами, морщинки где-то начинают появляться. Поэтому очки, мой друг. И все-таки спрошу, та самая-самая есть в твоей жизни? У меня были длинные отношения, очень серьезные. Я хотел делать предложение в студийном возрасте, да. Я хотел детей, семью и так далее. И вот совсем недавно это все разрушилось. Поэтому история невесты и самой-самой для меня лично оборвалась. Вот, поэтому я бы не сказал, что мое сердце открыто, конечно. Оно болит пока что. Болит, скрежет и находится в том состоянии, когда все воспринимается очень чувствительно. Вот тебя сейчас российским Тимберлейком называют. Сам чувствуешь себя кумиром молодежи вот этим вот самым? Слушай, я воспринимаю это по-другому. Я воспринимаю это как возможность быть услышанным. То есть у нас есть у артистов большая ответственность. У нас есть право на то, чтобы вещать, чтобы говорить людям, большой аудитории. И каждый это по-собственному распоряжается этим. Кто-то никак. Кто-то просто записывает песни, поет и так далее. Кто-то это использует для того, чтобы делать мир лучше. Вот я склоняюсь вот ко второму. Но ты так достаточно легко относишься к своей популярности. Я вообще абсолютно, знаешь, друзья, знакомые со страны все это видят. Говорят, вау, ты сейчас самый топ и так далее. Вокруг тебя много всего. Я просто этого не замечаю. Я вот как жил, так и живу. То есть я как занимался музыкой, так и занимаюсь. Как давал концерт, так и даю. Как был Егором из города Перза, так и остался, понимаешь? У меня нет такого, чтобы я думал об этом. У меня просто нет на это времени. Я переехал в Москву. Я начал заниматься этим более масштабно, более серьезно. Но на протяжении трех лет у меня, в принципе, не было ничего такого, чтобы там у меня была куча кастролей, куча концертов. Нет. Я просто долбил, 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 долбил. И наступал те моменты, когда руки опускались, и думал, что все, вот, там не получится. Хотя многие там говорили, вот, там, у тебя столько всего есть. А я понимал то, что это даже не начало. Вот. И вот только в этом 2014 году получилось, что выпустил первый свой хит, вот, выпустил первый сольный альбом, вот, и все сдвинулось. И я вот хочу сказать то, что вот сейчас наступило начало. Проблема большая многих артистов, когда они выпускают хорошую песню, которая становится популярной, не останавливается. Они думают то, что они сделали уже достаточно для того, чтобы дать слабину. Я считаю, что наоборот. Если ты выпустил что-то стоящее, нужно работать еще в два раза больше, еще в два раза сильнее для того, чтобы сделать еще что-то более крутое. Вот все артисты, все люди, спортсмены, киноактеры, бизнесмены всегда сдаются за шаг до успеха. Вот. Поэтому, дорогие зрители, никогда не сдавайтесь. Бейте до последнего, потому что даже самая сильная стена, если в нее каждый день бить, она все-таки когда-нибудь развалится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...